Наталью Пасеку в аэропорту сегодня встречают родственники и сотрудники регионального отделения ОНФ. Три последних месяца женщина провела в зоне специальной военной операции. Туда она отправилась вслед за внуком и сыном. Тоже хотела быть полезной, помогать раненым. Когда она только появилась к нам, при сортировке гуманитарной помощи, которую передавали, она сразу всю молодежь взяла в свои руки, и там как вожак она руководила. Свои личные качества, а также навыки оказания помощи пострадавшим Наталья Богдановна сначала проявляла в одной из больниц Луганска. Затем уехала ухаживать за ранеными в Донецк. Там же смогла иногда навещать своих родственников. Донбасс для жительницы Хабаровска – история личная. Она оттуда родом. Самым долгожданным событием для женщины стала встреча с внуком и сыном. Такой сюрприз для нее устроили на 72-й день рождения. Вспоминает Наталья Пасека и о тяжелых моментах. При ребятах держалось, нормальные отношения, у них оптимистический настрой. А вот когда идешь в мимо морга и стоят машины в 200, вот тогда сердце сжимается, слезы выворачиваются. После непродолжительного отдыха в Хабаровске женщины намерены вернуться назад, помогать раненым. Александр Лихачев, Тимур Новоселов. Большой город. Пока-пока.